всем привет дорогие друзья меня зовут дмитрий продолжаем играть в метаморфозу вот люди свойственно превращаться в животных животным становиться людьми france кавка вот умные вещи когда животное становится человеком а человек становится животным да привет прощение да ты слишком шумишь что это за место но есть не принято шуметь потише пожалуйста но я слышать хорошо я еще сертификат где его можно найти на сертификат можно найти здесь нет я не знаю где я теперь а теперь пожалуйста тише я пытаюсь сосредоточиться понятно не болтать принц на самом деле смысла нету а я случайно упал ребят я случайно упал и меня здесь знаете гарри поттера начинает немножко немножко напоминает ребят гарри поттер а нам туда достала но чтобы на гарри поттера не знаю почему видимо все магии знаете кто за проклятое место 1000 документов как же не найти мой сертификат мне кажется нам туда идти ты даже где мой сертификат понятно он туда он то знает он точно ребят знаю дима сертификат короче говоря надо идти наверх знаете карандаш упал по мне попал карандаш меня бубил на так по линеечке здесь происходит понял давай поехали да все там летает кружится все бумаги летают так вам не забудется наш сертификат по любом где-то в самом конце самой жопе как всегда а в другом быть не может говорят наш сертификат где-то кажется здесь работают с документами ну ладно только сейчас понял интересно где они оказались так подожди а если мы сюда а если мы вот так а потом вот так вот интересно интересно так даже не ну тут плана тут проедена там как нет а тут просто а тут просто снизу а тут просто вот так это как в этом полгайси он тоже есть уровне я там профессионалов по ходить так замечательно как нам наверно надо это нам наверно был суданой другом наверно так наверно как-то между ними сейчас между этими валиками так хорошо допустим а его там поломка вижу не отсюда видимо до ебать у вас здесь поломки товарищи у нас что-то потепло у нас здесь механизм сейчас встанет ого это чё там это сертификат все отправляют куда в мусор все эти бумаги окажутся в печи безумие я знал что этот день когда-нибудь придет нет так просто ты умею у меня мою печь не отнимешь пожалуйста отойди от печи я из башни здесь сжигают сертификаты печи нужны разно печи нужна разнообразная диета иначе она капризничает больше всего ей нравятся официальные документы но нет сертификаты мы здесь не сжигаем они хранятся на той стороне тебе нужно выйти из печи через верх а дальше прокатиться на бумаге слышишь как печь удовлетворенно шумит я слышу только совсем спятившего с жука в соответствии с директивой 300 3456 дробь 61 в освобождена отработка печи да ну нас не размучить если ищешь сертификат загляни в хранилище только оставь на спокоен короче он нас обманул все нам сказал куда надо идти задержать нам печь с особой диетой так никуда не туда а я понял а как не туда забраться потом вот так да наверно а потом вот так да ждем подъема не торопимся так сказать я куда поднялся подожди так не торопимся торопимся это хорошо ага замечательно так у нас здесь так вот так и о господи нам надо вот туда у меня нужно попасть на ту сторону стой и блин все эти бумаги могут в итоге пригодится слабого есть не умрешь а вот здесь там пролетает давай бумага полетели есть она нас туда сейчас кинет а мы туда пройдем вот сюда скинь тут за пройдем и он туда чё там сделаем а мне надо наверх так я поднимаю да я правильно понимаем тихо ждем не торопимся хорошо все побежали сохранение о небеса что это за устройство какие-то ой чутки то букву дачу так как вот это чутки то бог хочет какие-то цифры я не знаю что это устройство даже я не туда пошел ну типа это такая штук с помощью которой надо что-то достать нам нужно обозначение чтобы достали привет меня зовут грегор замза я ищу пожалуйста осторожнее с прыжками рядом с роботом он крайне хрупкий роботом что это такое машина будущего да мистер знам за это следующее звено в эволюции когда-нибудь такие роботы будут все делать за нас какие-то фантазии вовсе нет прошу работающие прототип мы начнем серийное производство я должен я даже нашел компанию рур который возьмет на себя это в общем обязать обязательства так зачем это нужен робот сейчас робот запрограммирован выбирать сортировать документы за что ай неважно мне нужен мой сертификат могу я использовать машину прошу прощения господин замза но устройство очень сложно с ним нужно быть крайне осторожным я чувствую между нами влечение и она не ума какого там рода наше отношение чисто профессионально робот это всего лишь прототип он легко может сломаться я понимаю спасибо нам нужно что-то куда-то грегор самсово написано мы же грегор самса грегор самса е6 он е6 грегор самс е6 грегор самс е6 в этих капсу находится документ е6 грегор самс е6 а вот он этот документ Das специально подсказку сделали там немножко клякс и нашей написано как нам нажать не он нажимаете кнопочку там побежали нажмем это грабер самс передай его мне кажется это нужно это не я сломал но автомат заклинило похоже придется пойти поэт металлическому чудовищу ланг это чудовище просто робот просто железяк на самом деле аккуратно я сказал аккуратно чуть не упал как здесь это сложненько сложненько и страшненько подожди мне куда мне на рту да уж сюда мы не пройдем уж сюда мы не пройдем а тут вы пришли пневматическая почта пневматическая почта я такое видео на почтампе вене вене он увидел современ способ пересылки документов давай мой кажется этот мой ну поехали ожидает отправки я хочу зарядить вот я хочу зарядить надо на зелеником держать пошел на зеленикой полетел как ракета на старт и он маск запускает свой ракет и нас туда же стоило бы поспать подольше и забыть эту чепуху да стоило бы поспать подольше франц кавка давай продолжим господи где я так мое письмо так и куда он а все мы сертификат доставили вот те сертификат слышь это хрен введи меня к башне великолепный зеленикат отлично изготовлен можешь подняться на его никаких больше задержан какой-то формулировки формальности за кого меня принимаешь за адвоката или еще какой-нибудь пройдут прошу прощения я не хотел ничего никого обидеть я поднимаюсь на борт не сломай ничего и не прыгай на борту я буду очень-очень осторожно еще раз спасибо за помощь все поехали иди в жопу все нас теперь принимает на борт летучего голландца снова на борту великолепно ребят мы пошли мы на корабле моему как капитан мы должны спереди а ну ладно давай на носу как 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 в этом станете еще чего он летит что же является целью этой организации ее цель беспощадное бессмысленное преследование невинных людей он идет в суде что доказывает как нам спастись от тех что от бессмысленности своей службы ожесточаются и озлобляются что он тут кому-то что-то прочищает мозги у нас этот пьется ведь этому полицейские пытаются украсть поведен поэтому пытаются украсть одежду тех кого арестовывают полицейским крадут одежду кого-то так куда мы прибыли что-то за место а мы на сертификате кстати говоря летели на своем вот что кстати говоря заметил то есть парус у нас был из сертификата я не заметил сертификат мы летели на нашем сертификате ребят что это за место привет добро пожаловать на фестиваль башни фестиваль башни в нашем городе происходит замечательное событие городе в этом году изюминка праздника станет премьер премьер новейшего фильма маэстро хитарелли хитарелли тут возникла небольшая задержка но сохранить спокойствие прошу да если у насекомых может быть бар в граммофоне почему бы не быть горду с проектором киноаппарат сам по себе крайне интересен им тоже можно полюбоваться да если честно маэстро хитарелли куда-то пропал никто не знает что с ним случилось может конечно стоило бы поспрашивать о нем у других жуков без него весь этот праздник и премьера бессмысленная очень жаль может и сумеешь помочь найти титарелли тогда найдите титарелли тогда я выручу тебе и тогда я тебе вручу ключи от нашего города также я лично поставлю статую в твою честь вообще-то я иду к башне титарелли интендент башни оператор кинопроектора крайне важный пост если кто-то и может помочь тебе попасть в башню так это он я попробую я попробую где его в прошлый раз видели титарелли обычно сидит сверху на проекторе очень часто он страдает от меланхолии ты ведь знаешь каково каковы эти художники-одиночки они непонятые и безутешные им хочется запереться в башне из-за слоновой кости а когда ему грустно он сидит в местном баре надо его там поискать смотрю что получится так короче говоря либо местный бар либо проектор на это проектор охереть городище местный бар это налево пойдем как же говоря здесь не в бухло наркоман проститутки ужас даже боюсь представить какие у них здесь проститутки это местный бар привет представительство башни представительство отлично мне нужно в башню башня наиболее разумная цель для всех насекомых ну раз я сюда добрался башня помогает чувствовать себя в безопасности я понимаю но как мне туда попасть башня решить все проблемы да как автомат как мне попасть в башню ну нужно подождать как все остальные или или ну есть проекция да проекция и можно войти сквозь нее сквозь проекцию но это не точно пока никто не пробовал так сделать спасибо славу башню славу башню а выше извините я думаю это бар а это с проекцией куда-то в проект чтобы попасть в башню нужно попасть в проекцию а ну да бар бутылка перевернута дальше это бар где эти тореля старые могу предложить пинту информации пожалуйста ты знаешь титарелли да но ничего сказать не могу я тебя не знаю ты и что тебе надо титарелли тоже я не хочу терять одну из лучших летов от этой информации зависит от судьбы фильма из-за этого фестиваля бизнес почти замер все только о фильме и говорят никто в бар не ходит ладно не надо так волноваться я кого-нибудь другого спрошу а где он реально титарелли а подожди я кажется вспомнил дело я кажется вспомнил где он знаете почему потому что я тоже помню долго что-то искал его он короче где-то он по-моему где-то в тюрьме ребят да типа он пошел сейчас по моему набухался его посадили нахуй в тюрьму в общем ребят записываю я эту серию уже полтора часа никак не могу записать в общем возникли у меня проблемы тут я как понял у нас задача основная включить проектор то есть включить фильм то есть включить проектор у меня возникла проблема в том что здесь решение включение проектор видимо лежит двумя путями по будет первый путь это типа хороший второй плохой ну тип как бы да вот и у меня видимо получилось так что я не могу див表ик проектор видимо потому что я начал как были хорошим путем пробовать и плохим путем вот на бы и хорошим и плохим вот и у меня короче словился баг у меня он не запускается у меня не запускается то есть надо найти рабочих чтобы его запустить Я нахожу, как бы, человека, с кем надо поговорить, но у него скрипт не срабатывает. Сейчас мы с тобой сделаем все заново, короче. Мы приходим к мэру. Мы приходим к мэру. Потом мы бежим найти Титурели. Мы бежим наверх, мы бежим... Мы бежим сразу к Титурели. Титурели вот здесь вот вверху, ребят. Титурели слева вверху. Ну, давай сходим туда сразу в этой, чтобы сейчас скрипты не сломать. Я уже полтора часа, ребят, сижу, не могу серию записать. А прикол в том, что это уже финал. Ну, то есть это последнее, это там нам надо будет еще немножко поиграть и все. Так, общаемся с ним. Про Титурели он ничего не знает. Нужно найти Титурели. Так, бежим мы, знаешь куда. Так, бежим мы, наверное, туда-назад сейчас. Нам нужно найти сначала его помощника. По-моему, его помощник это вот здесь. Вот, вот сюда бежим. В тюрьме вот здесь, где штамп. Да, вот его помощник сидит. Можно у меня воды, во рту похмелья. Какой-то бесконечный разговор, короче, с охранником. Нам надо выпустить этого. Выпустили ему помощник Титурели. Спасибо. Лучше скажем мне, где искать Титурели. Его упадок духа у Титурели. Он, короче говоря, там. Мы бежим за Титурели. Так, а куда он пойдет, кстати говоря? Упадок духа. Титурели мы находим вот здесь. Главное сейчас не сломать игру, либо игра сломается опять. Просто пиздец, ребят. Полтора часа не могу записать. Вот Титурели. Проблема в том... Эй, Грегор. Лени, что ты здесь делаешь? Я тут живу. Банда хиппи. Угу. Так, теперь нам надо разобраться с бандой хиппи, которая там сидит внизу. А где этот хрен, кстати говоря, куда он? Он вот здесь, да? С жуками нужно разобраться, которые захватили пленку. Вот не так просто. Может помочь дама-счетовод. Здешний кардинал. Дама-счетовод, здешний кардинал. Мы поговорили с помощником Титурели. Надо было все вот так. Я вообще, ребят, всю игру сломал нахрен. Дама-счетовод, черный кардинал. Полтора часа, ребят, представляете, вот сломал. Это она? Прошу прощения с беззакойствами, мне больше некому помочь. Переселить актеров надо. Да, конечно, с удовольствием отчет и баланса. Так, мы с ней договорились. Получается, их переселят, да? Этих жуков. Мы в начале с тобой, в самом начале, да, там, мы сделали так, что мы узнали, что это сын... Сын этих, как его? Там сын... Господи, мэра. Так. А что теперь, Титурели, да, наверное, надо? Пойдем опять к Титурелле дойдем, ребят. Представляете, вот это я делал полтора часа. Потому что мы сейчас с тобой вот пять минут делаем. А вот, я делаю полтора часа. Маэстр, все готово, мы освободили. Нужна рабочая сила, теперь мастер нам говорит о том, чтобы это все работало. Вон, то есть, чтобы проектор крутился, нужна рабочая сила. Нужно найти команду. Команду я знаю, где найти. Мы с тобой бежим туда, на центр. И вот здесь вот есть яблоко. Мы с тобой залазим на яблоко. Вот сюда вот. И задача его просто... Оп. Нет, не получилось. Не получилось. А почему ниже? Пусть их будут дальше. О. Запрыгнул. Запрыгнули мы на яблоко. Короче говоря, надо на него попрыгнуть. Что? У меня, по-моему, яблоко придавило. Что там было написано? У меня, короче, яблоко придавило. Вот, яблоко скидываем. Вот с этим чуваком надо пообщаться. Большое спасибо, говорит. У меня есть информация. Кто может предоставить тех рабочих? Нужно поговорить с женщиной-гадалкой. Идем направо. Вот проектор туда, вот направо, около ратуши. Поднимаемся наверх. Идем к гадалке. И у ней должен быть там секретный ход. Сейчас мы скажем ей пароль, который вот этот мужик нам сказал, который с яблоком. И он нас пропустит, короче, туда дальше. Все, мы сказали пароль. Нас пропустили. И вот на этом моменте у меня баг. Вот этот чувак не дает мне рабочих. Дешевую рабочую силу, чтобы завести этот проектор. Сейчас посмотрим, даст или нет. А, господин Замс. Замс, Грегор Замс. Все, скрипт сработал. Да-да, дружище Грегор. Понравился ли тебе в клубе граммофон? Ну, у меня были дела там. Да, ты скоро ушел. Да, ты так скоро ушел. Но мне сказали, что я делал сертификат. С сертификатом разрешился успешно. Да, теперь у меня есть сертификат. И что же этот сертификат подтверждает? Я не знаю, но он позволит мне попасть сюда. Похоже на то. Как ты давно... И как давно ты в моем городе, сынок? Не очень долго. Может, несколько часов. Как думаешь, что не дает всему этому барахлу рассыпаться? Даже не знаю, башня? Башня? А, нет, вы слышали? Отлично, но хватит. Так, и... Что же тебе в этом интересует? Мне нужно несколько рабочих для кино. А, кино. Я кино люблю. Майстер Титарелли будет показывать новый фильм. Я даже в одном из них снимался. Играл Жуколицейского. Забавно, да? Нет, не очень. Посмотри, инспектор Таракантина и афера у входа в башню. Хорошее, правдивое кино про полицию. Я обязательно его посмотрю. Как насчет твоей просьбы, рабочих я найду, правда? Да, так я и сказал. Я люблю кино. Скажи Титарелли, что все будет хорошо. И теперь иди и запускай проектор. Рабочие будут ждать на месте. Спасибо. Все, ребят. Все. Пять минут на выполнение этого задания. На выполнение, ребят, этого гребаного задания пять минут. Я бегал полтора часа. Теперь мы бежим, наверное, обратно к Титарелли. Пора начинать показ. А, либо уже надо наверх идти. Наверное, наверх уже надо идти. Блядь. Я что-то бегал. Здесь вот этих опрашивал. Вот этому помогал. Что-то тут каких-то сектантов. Что-то херня какое-то. А, вот этот хер пошел туда. Да-да-да, он должен уйти. Этот проповедник просто должен уйти. Мы теперь с тобой идем туда. Наверх. Мне пришлось, на самом деле, посмотреть прохождение, как ты понимаешь. Вот. И, в общем, здесь, как я понял, несколькими путями, что ли можно это все решить. То ли я где-то скрипт сломал. Я вроде более-менее правильно все делал, но игра, видишь, какая она немножко... Да, вот Титарелли. Давай запускать. Запускаем, нахуй. Ура, наконец-то. Я запустил вот ебучий фильм, и мне надо куда-то туда. Мне надо в башню, ребят. Все, пошел, показ. А мне с Титарелли надо пообщаться, не надо. Пойдем туда. Все сидят, смотрят фильм. Слушайте, можно я здесь пройду? Опа. Опа. Вот сколько мы с тобой это поделали? Я, по-моему, засек, по-моему, 6 минут. 6 минут я проходил этот уровень. На самом деле, я занял прохождение очень долго. Все, и просто пропрыгиваешь, прыгаешь туда, все. Есть всего два страшного греха, нетерпение и лень, они порождают все остальные. Но если ты увидишь то, что как-то часть видео оборвалась, и началась вот эта вот, где я объясняю нормально, ты это, не переживай, я там все тупники просто вырежу, то, что мы там бегали, хренегали. Наконец-то я на месте. Вот, это башня. Так, а где же башня принимает гостей? Это финал, ребят. Пиздец, полтора часа, ребят. Здрасте. Добро пожаловать в башню, пожалуйста, назовите свое имя. Меня зовут Грегор Замза. Грег, что? Замза, Грегор Замза. Сын, но отец. Да, это я. Что ты здесь делаешь? Я пришел в башню, но как насекомое. Какое разочарование. Но и ты ведь тоже здесь, отец. Это было мое решение. А вот если бы ты послушался меня насчет асбестовой фабрики, значит, это я виноват. И еще, вообще, состояние рынка, да и твоя мать не слишком мне помогала. Отец, мне нужно поговорить с тем, кто командует башней. Я хочу снова стать человеком, да и друг мой в беде. Твой друг? Это тот тип, которому ты вечно болтал, но так нас и не познакомил? Даже став насекомым, ты ничуть не изменился, отец. Обязательно расскажу матери, где ты когда вернусь. Не вздумай, она еще придет меня искать, а я здесь занимаюсь высокое положение. Да ты на приеме работаешь, отец. Дай мне поговорить с кем-то из начальства. С администратором, наверное. Тебе назначено? Ты шутишь? Дай-ка проверю календарь, как насчет февраля следующего года. Мама обязательно узнает, где ты прячешься, когда я... Ну, это уже в шантаж. Давай поищем решение. О, я только что заметил, что администратор сможет принять тебя прямо сейчас. Вход посередине главного устроения. До встречи, отец, береги себя. Грегор. Осторожнее с администратором, он очень скользкий тип. Я уже не тот Грегор, которым был отец. У тебя та же искра в глазах, что когда-то была у меня во время путешествия в Лей... Лей... Цик. Удачи, сынок. Короче, это наш батя. Он тоже превратился в тараканов. Короче, знаешь, кто здесь в тараканов превращается? Как я понял. Плохие люди. Ну, вот, которые вот... Ну, вот, плохие люди. Что-то сделал плохое, кого-то обманул. И ты, в общем, превращаешься в тараканов. Вот такие вот дела. Ты превращаешься в тараканов. О. Главный тараканий зал. На коне. На кузнечике таракан. Доброе утро. Мы незнакомы, мне приходило письмо. Вернее, одно письмо. Точнее, я в него попал. Другой Грегор, как же я рад тебя видеть. Рад? Конечно, наконец-то пришел. Вы меня ждали? Зачем это вы? Зови меня просто Густав, мой друг. Ну, ладно, хорошо, Густав. Хочешь выпить? У меня прекрасный клопьяк. Коньяк. Или клоп... На клопах. Коньяк на клопах. Забирает только так. Нахлобучивает, как дихлофос. Большое спасибо, но неужели вы... Нет-нет-нет, ты, пожалуйста. Прошу прощения, неужели ты меня ждал, Густав? Да, конечно. Я следил за тобой, переживал за тебя с тех самых пор, как ты сделал первые шаги на своем пути. Учреждение, подобное нашему, должно быть надо всеми. И правда. Что это все значит? Башня видит все, не переживай, на тебя она смотрит с любовью. А чем вообще занимается башня? Мы вносим судебное решение. Берем... Берем очень дешево. Насекомые отлично работают с документами. Они не колеблются. Значит, вы судите людей? Так дешевле и проще. А результат тот же, если смотреть статистику. Но вы же ничего не знаете про су... Суд... Про... Судел-то. Другой Грегор, да. Система не лишена изъянов, но именно поэтому ты и здесь. Я? Да, ты... Ты ведь важнейший... Вознейший из факторов. Но в этом деле... В этом деле? Деле твоего друга. Йозефа? Я не понимаю. Будучи его лучшим другом, только ты можешь подписать решение по его делу. Я? У кого еще хватит знаний и эмоциональной крепости? Как видишь, мы очень тщательно выбираем подходящих для работы кандидатуры. Неужели ты не хочешь помочь своему другу? Ну, хочу. Да, он отчаянно нуждается в помощи. И ты ведь хочешь вернуть человеческий облик? Конечно. И какова же будет твоя награда, если ты честно подкрудишься? Я получу обратно свою жизнь? Правильно. Но что именно мне нужно сделать? Все просто отправиться в коробку для судебного решения. А когда придет Йозеф, Йозеф, он придет ко мне? Снаружи, снаружи наши коробки выглядят как обычные офисные окошки. Ответчики думают, что они говорят со служащими. Гениально, правда? Угу. Он приходит, ты берешь у него показания, он уходит, ты запрашиваешь решение, подписываешь его, отправляешь обратно. Вот, все. Но почему подписывать решение должен именно я? Потому что он твой друг, человеческий фактор. Ну, насекомый, в общем. Никто не... Никто не сможет обвинить нас в том, что мы как бездушная холодная машина, если приговор будет подписан близким другом обвиняемого. Ммм. Только так ты сможешь помочь своему другу. Ну, если так, тогда, конечно. А на это... Я на это рассчитывал. Тогда поспеши в коробку для судебных решений. Помни, что ты должен придерживаться протокола. А когда я смогу вернуться домой? Сразу после каз... После вынесения решения. Решение по делу. Глоток на дорожку? Нет, спасибо. И не подведи меня. Иди же, друг, тебе нужно быть в коробке для судебных решений. Когда ты, говоришь, сможешь вернуться домой? После казни. После казни, но после не казни. А куда идти-то? Алло, какой я пипел? А я сюда зашел? А я сюда зашел? А... Не, я сюда зашел, что ли? Странно. Густов собирался сказать, Казнь. Ну да. Собирался сказать казнь. О, Господи, нам на самом верх. Я видишь, как нам туда пройти. Что бы там ни случилось, нужно быть осторожнее. Не доверяю я всем. Вот так вот жуки делают свои дела. А-а-а-а. так нам сюда а подожди руки чё печатайте его год строчить понятно так так да нам надо еще лучше да так нам сюда ли куда так хорошо а мне вон туда надо было вот так вот хорошо забрались привет грегор лени что ты здесь делаешь я же сказал что помогу тебе прислали тебя прислали чтобы довести до конца дело твоего друга да откуда ты знаешь сказали что после этого ты снова станешь человеком ну да это их любимый трюк я чувствовал что что тут не так ты знаешь какой приговор твоего друга йозефа но это меня очень волнует нехорошо смерть смертный приговор как же мне я могу его как-то предупредить нет 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 есть ты расстроишь йозу если расстроишься йозефу вам обоим конец с другой стороны если ты не доставишь судебное решение они не будут не дадут тебе снова стать человеком но если я обреку йозеф на смерть это докажет что я гадкое насекомое я не буду за и я не буду заслуживать обратного превращения может есть другой способ спасти твоего друга тебе придется уничтожить башню как же я могу это сделать за 100 пределы йозефа выиграй немного времени а потом что тебе придется подписать судебное решение это неизбежно старайся нарушить протокол как придумай что-нибудь если нарушить правила есть вероятность что тебе от тебя отправить в тюрьму прекрасно оттуда легко разрушить башню из тюрьмы там есть один механизм изъян башня выглядит прочной она недостроена разведение башни так и не было завершено из-за этого некоторые дефекты неисправлены но вы просто не доведет что не доведение до до конца строительства башня была обязательным условием для получения лицензии на строительство очень странно неужели такое тебе еще удивляет в общем уничтожь башню когда спасешь ее за что а ты что что а что я обо мне не переживай но раз ты волнуешься думаю все зависит от того как ты разберешься о сложившейся ситуации дамы и день трать время ля 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 да но другой путь грегор ля 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 господи как много болтовни пойдем решать задачи в общем у игры насколько я знаю есть две концовки одна плохая другая хорошая мне в принципе насрать ребят какую когда у меня будет концовка честно я должен разговаривать с юзефом через машину мне честно говоря насрать к у меня будет концовка абсолютно хорошая или плохая вот я просто заебался записывать серию уже два часа точнее говоря финальная серия хотя она должна была быть на полчаса попросить помощи чтобы говорить с обвиняемым пожалуйста пройдите на уровень 0 колдекст чё здесь надо покрутить да а на улице на уровне 0 дожди мы на уровне 0 а извините мне велели пройти сюда что дальше все верно спасибо за соглашение сотрудничества согласен сотрудничества я не понимаю я должен говорить микрофон и так пожалуйста приходите завтра чтобы получить давление о решении завтра она еще не готова зачем я пришел сегодня чтобы узнать что надо прийти завтра все верно не смыслится какая-то каковы правила таковы же решение ведь точно вы точно знаете я не могу раскрывать эту информацию таковы правила вот живую со своими правилами и узнать что пропал мой лучший друг боюсь с ним что-то случилось боюсь почему я сейчас думаю о нем еще может вернуться грэг бы помог мне по ходу процесса у него куда более живой ум но в общем вообще не с любимым он бы их убедил прирожденный продавец пожалуйста приходите завтра задавлением о решении вы уже знаете решение я не могу раскрыть вы уже говорили всего доброго ладно я выиграл немного времени теперь нужно решение а а где решение решение от заебата подождите helpdisk стронж а что давай в одни ручку там это покатаем что здесь на единичке у нас спросить судебное решение отправка решения окей то есть решение отправили так решение нам прислали ну вот оно вот оно решение вариант всего один виновен можно что-нибудь подправить грегор самса кто вы вынес виновен а чтобы отправить виновен но дата не считается другу прикрываем короче невероятная я не подписал его должен образом а я должен был еще подписать подписан великолепно подписал так отправим принято хорошо наверное теперь я должен отправить его на хранение завершив тем тем процесс юзефа так на тройку что ли хранить судебное решение погубить юзеф лени велела нарушить правила что она имела ввиду да похуй мне заебал судебное решение принято погубим своего друга на ленин да но там за что-то его это карает короче сам нарушил сам виноват значит отлично грегор все все крайне довольны твоим послушанием привет густок я как раз хотел зайти те чтобы да 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 я знаю это отлично поработал но к сожалению возникли какие сложности что случилось мы только что узнали что твой сертификат фальшивый фальшивый но вы же меня ждали это не дает тебе права нарушить закон я сильно тебя разочарован так но ведь сертификат мне выдали никогда кто мне выдал не говорил что он фальшивый тем не менее так и есть я даже не знаю для чего он нужен я ничуть не удивлен для тебя похоже есть вещи поважнее чем буква закона это не приближение обязанностями за представление перед судом ты представишь перед судом чем же я пренебрег то тихо это конечно не изменит судьбы твоего друга решение по его делу уже давно вынесено зачем можно было тащить меня я ведь уже все тебе объяснил кажется тебя ждет тюремная камера но больше ни о чем нам больше не о чем говорить увидимся еще все нас короче посадили и то что я якобы подставил йозефа до своего друга типа его на смертную казнь обрел он сейчас только что сказал решение говорит все равно по твоему другу уже вынесен то есть его так и так казнили без нас или с нами вот эй это ведь ты ты был в кабинете адвоката ты мне сертификат давал что ты здесь делаешь кому-то верху не нравится что мы торгуем поддельными сертификатами сколько ты получал есть всего два возможных приговора сколько ты получил типа есть всего два приговора пожизненной или смертной казни значит пожизненной не знаю суда пока что не было иногда процесс так затягивается что до решения о смертной казни обвиняемый успевает это сидеть пожизненная тебе это устраивает что могу сделать бежать конечно у меня хороший адвокат зачем рисковать тот адвоката которому я думаю ладно у тебя тут вам я подкуплю охрану я смогу договориться чтобы выйти отсюда это если и это если кто-нибудь из охраны вообще придет прокопать туннель вроде такого короче тот то нам сертификат выдавал он здесь прокопал туннель ты ведь шутишь было скучно вот я и это же великолепно пошли подожди что там есть кнопка я ее достаточно давно поставил если мы если было велено сотруд мне было велено соорудить защиту что еще за защиту но этого мне не сказали потому я соорудил защиту от самой башни кнопка для самоуничтожения а как ты умудрился ай какая разница это единственный защит которая мне на ум пришла смотри я только что подписал смертный приговор другу я должен уничтожить башню это единственный способ спасти Йозефа все пошли короче это кнопка для уничтожения башни заебись нажимаем то что нам надо не думая вообще блять ни о чем ооо похоже механик не шутил надо бежать побежали ох какая длиннющая серия ребят последний будет я там вырежу нахер все все короче нажали кнопку для самоуничтожения башни великолепно да в тюрьме стоит кнопка для самоуничтожения башни ну да надо бежать надо спасаться так по письменам куда-то бежим так я бегу именно туда где то чтоб написано не знаю правда это к чему приведет оу нам сюда что-то вон он что-то там вдали кто-то ага по письменам по письменам в общем другу то Йозефу нашему так-цак там вынесли уже приговоры без нас кажется это моя комната вдали он говорит тихо чуть не упал всего несколько шагов и я да это наша комната вернусь домой и мы проснулись то есть от все был просто пьяный бред да у нас люстра висит не посередине комната все просто был пьяный бред мы вышли оттут у меня нет нужного ключа а чё ко мне теперь пришли теперь менты пришли ко мне фин финал то есть Йозефа казнили и теперь пришли меня казнить да вот так вот ребята вот так вот вот такая игрушечка на самом деле мы вот последний момент последний город за сколько прошли буквально за 15 минут на инвентации 20 сколько там получается 30 минут вот последний этот город последний вот эту хрень 30 минут у нас ушло вот но я ее проходил короче ребят более двух часов вот я проходил более двух часов просто в конце надо было по скриптам у меня скрип где-то сломался и за это все пошло по жопе игрушка классная игрушка зоровская на самом деле здесь есть две концовки вторая концовка мы как бы Йозефу предали своего друга вот а можно еще и не предать и там другая совсем концовка будет типа запортать чтобы вы не казнили якобы вот классная зоровская игрушка в принципе прошли ее быстро буквально сколько за 3 серии да ну так должно быть на самом деле 4 наверное серии ну так за 3 вот увидите того же в следующих играх надеюсь таких же классных зоровских что-то после этого будет после субтитров нет в 2020 году игра вышла в Epic Games Epic Games ничего не будет нет ничего увидите с того же в следующих играх всем до встречи всем пока и